всем привет вы снова на канале micorsmile сегодня мы будем ставить датчик удара на мой кросс потому что у кристины есть некоторая дополнительная там штучка которая у нее там и датчик удара и gps там показывает ну крутая штука а у меня обычный штатная сигнализация то есть при открытии двери она заорет и все сегодня я хочу я вам обещал тем более мы поставим датчик удара и покажу как это все делается элементарно для того чтобы установить датчик удара на место нам соответственно нужен сам датчик приобрести его можно в любом автомагазине запчастей там где продают сигнализации сколько стоит датчик да я говорю я не знаю потому что датчик который будем ставить мы мы его одолжили у наших друзей им он не нужен потому что мы у них вырезали сигнализацию которая глючила и поставили им центральный замок если кто-то не видел я вот здесь ссылочку оставлю можете посмотреть теперь у них выкидной ключик так гораздо удобнее по крайней мере работает да потому что ставить сигнализацию дороже мы поставили обычный центральный замок с выкидным ключом там в районе 800 рублей это все стоит я заехал в автомагазин и купил вот такие фишки это папа и мама чтобы соответственно ничего не резать а сделать все штатненько тем самым если вы поедете на гарантию потом все отсоединить и уберете приедете вам все посмотрят починят домой приехали назад все соединили и у вас снова есть датчик удара вчера открыл капот думаю ну посмотрю подготовлюсь как бы что и как вы знаете на колени то я все это уже делал открываю капот на вести и не могу найти соответственно сам концевик капота ну минут 10-15 я потратил чтобы его найти он оказывается находится вот здесь самом замке то есть у калины отдельно стоит концевик у места же прямо установлен в замке соответственно фишечку разъединяем и уже будем крепиться вот к этой фишке и удлинять это все дело важный момент да почему я решил делать все на фишках они на скрутках да там резать проводку и все остальное потому что когда мы делали так чтобы машину заведенную можно было вытащить ключ и закрыть мы там делали все на скруточках и я думаю большинство из вас этого делать не стала из-за вот как раз таки этой причины ну потому что с гарантией человек слетит ну и зачем это ему делать а если бы это все можно было сделать на фишечках я думаю многие вы из вас это делали но тогда я об этом не подумал и теперь немножко жалею об этом так ну что сейчас будем соединять наши фишечки проводочек дополнительный который будет идти на датчик удара так как датчик удара у нас двух зоны поэтому нам нужно всего лишь подсоединить один провод чтобы он подавал сигнал во время удара поехали так мы сделал все по цветам чтобы потом разобраться со всем этим то есть красненький с красненьким и потом чисто черненький черненьким вот красненькому проводу буду подсоединять уже проводность сам датчик удар изолируем сразу все это дело чтобы потом не запутаться сейчас я делаю это проходник на получается датчик капота чтобы у нас и при открытии капота срабатывала сигнализация и при датчике удара но при этом ничего не резать то есть чтобы все было по фэн-шую странное слово то по фэн-шую все было чики-пики так и есть изолируем дальше все проходничок наш готов так вот получше за изолирует все проходник как видите готово сейчас подсоединяю саму фишку капота и уже на сигнализацию ну то есть просто проход делаем и будем пропускать провод датчику ударов здесь все просто то есть ответная часть вот это она стоит на телевизоре то есть здесь видим паз такой да то есть она там вставлена в такой же пазик и жестко здесь закреплена вытащите не буду вытаскивать потому что по сути ну смысла нет вам показывать этого то есть нам надо будет вот это подключить туда там будет точно такой же разъем то есть просто удлинить для этого ручки засовываем туда внутрь не особо это удобно но у кого маленькие лапки как у меня тот без проблем все сделает там подсоединил и эту фишечку тоже подсоединяю все это у нас готово все туда внутрь спрятали и теперь тянем провод к тому месту где будем располагать сам датчик удара проводочек протянул аккуратно вдоль телевизора датчик удара я уже подключил плюс с минусом то есть на датчике удара в любом случае черный минус красный плюс а вот эти два дополнительных провода это вот как раз такие зоны то есть первая зона там и вторая зона и вот здесь на найти на самом деле какая зона за что отвечает я подключаю всегда ко второй зоне то есть к более сильному удару потому что если подключиться к слабому удару малейший ударчик у вас будет сигналка орать это не очень удобно и неправильно в нашем случае то есть когда у вас соответственно нормальная сигнализация то вы подключаете этот этот провод но у нас будет задействован только один здесь я уже удлинил то есть банально на скруточки все сделал то есть плюс подсоединил скрутил минус тоже скрутил все это прямо напрямую на аккумулятор мы будем датчик удара размещать под монтажным блоком здесь есть болтик я приподниму и зажму его датчик удара в идеале конечно протянуть его в салон и спрятать где-нибудь под панелью либо вообще посередине автомобиля почему потому что таким образом с любой стороны когда произойдет какой-то малейший удар то есть система будет более чувствительно потому что центр машины есть центр машины с каждой стороны можно будет настроить чувствительность так что будет какая-то лучше чувствовать до чувствительность лучше чувствовать я же просто буду ставить здесь под монтажным блоком потому что для меня этого будет достаточно то есть если грабитель полезет машину он разобьет мне водительское стекло и датчик быстренько отреагирует. То есть я вот настрою на такую чувствительность. Сейчас продемонстрирую, как это будет все работать. То есть тут, соответственно, малейший удар, лампочка загорается. А сейчас постучу вот по стеклу. Важный момент. Когда вы все уже подсоединили, собрались, крутили, прикрутили, момент настройки. Нужно настроить чувствительность такую, чтобы он при нажатии кнопки закрытия автомобиля не срабатывал. Потому что если у вас датчик сработает во время нажатия кнопки, то есть вы чересчур настроите, очень чувствительно, то машина подумает, что у вас открыт капот и не закроется. То есть она закроется и сразу же открывается. Ну, попробуйте, любую дверь открывает, она же не может закрыться. Поэтому настраиваем чувствительность, чтобы при сильном ударе она срабатывала. И тогда у вас не будет никаких проблем с самим датчиком. Ну что, мы закончили наконец-то уже. Уже вечер, а через утро уже вечер. Наконец-таки все настроили. Закрываю. Все, машина закрылась. Сейчас я постучу по колесу, чтобы вы увидели, как это все работает. Но мы заметили такой косяк. Когда мы активировали сигнализацию для машин, у кого машина выпущена в 2020 году. У нас есть видео, я вот здесь ссылку оставлю, посмотрите. Так вот, сигнализация срабатывает не сразу. То есть примерно, если там открыть дверь, либо же датчик удара сработает, она сработает примерно секунду через 3-4. Как это сделать, чтобы она побыстрее срабатывала? Ну, пока я не нашел, поэтому извините. Ну, с одной стороны, в принципе, меня не напрягает. То есть, если воришка залезет, да, разобьет стекло, он может еще больше даже обосрется от того, что уже полезет как раз-таки в машину. То есть, вначале разобьет, скажет, о, ништяк, все круто. Залезает, а она начинает орать. Сейчас покажу, как это все работает. То есть, примерно, вот как я сказал, то есть 3-4 секунды, может быть, даже 5 секунд. Ну, как есть. Всем спасибо, что досмотрели видео до конца. Ребят, подписывайтесь на наш канал, поддержите нас лайкосиками. Сегодня было очень тяжело, потому что начали мы в 11 утра, сейчас уже 6 вечера. То мотоциклисты, то ветер, то погода. Это просто последнее время невыносимо. Снять видео для вас становится все тяжелее и тяжелее, даже вот в домашних условиях. Еще раз спасибо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok